здравствуйте дорогие телезрители на связи валерий седов и сегодня мы снова с вами будем продираться через незнакомые слова чтобы понять их значением так что надеюсь концу передачи вы поймете для чего нужно это и что означает этот жест simple dimple или попыт разберемся не только в том что круче а для чего вообще они были придуманы и как стали популярными на изи легко и просто объясним значение слова прямиком с федерального канала то что могли не понять зрители студии объясним мы и расскажем причем тут корейская поп-музыка такой день наталья так мы хорошо сидим загораем ой слушай что ты тут у меня внук прислал давай посмотрим димпл димпл круче я ничего не понимаю ты тоже не знаешь девчонки вроде большие взрослые о чем это не я ничего не в подготовленному человеку смысл песни понять непросто ясно что и что-то одно не что-то другое певица постоянно это сравнивает simple dimple и попыт это игрушки современных детей поэтому давайте спросим у тех кто такие ролики создает что это такое и для этого мы отправимся к виктории у которой эти игрушки наверняка есть а что ты мне дашь за этот самодельный привет я вас отвлеку от съемок видео расскажите что у вас такой в руках это simple dimple это попыт что это такое как это работает это антистрессы это simple dimple с английского переводится как простая ямочка а попыт это здесь одинаковые пупырки и она приводится с английского как тыкай это то есть это просто антистрессы в которых тыкаешь в эти ямочки и все ясно спасибо тогда больше не буду отвлекать вас от съемок что simple dimple что попыт это простые антистрессы получается можно хоть пузырчатую пленку лопать задача избавиться от стресса вы справитесь осталось только понять откуда у современных детей так много стрессов что они каждый раз ищут что-то новое чтобы стресс этот сбавить а это мы узнаем у психотерапевта сергея новикова добрый день что вас к нам привело а вот вот как раз simple dimple и попытки это вот сейчас популярный антистресс он помогает как антистресс или это просто игрушка на мой взгляд это просто игрушка вот именно эти simple dimple и спиннеры и так далее я взял своих детей и наблюдать за детьми я вижу что их уровень стресса не так уж и высок на если мы вспомним наше с вами детство то у нас было точно такое же детство там с определенной разницей у нас уровень стресса думал был приблизительно такой же как у современных детей поэтому на мой взгляд вот эти приспособления знаки их назвать это больше такие инструменты маркетинга медведя моды и просто красивые штучки которых приятно держать тогда такой вопрос все таки есть сложности сейчас у детей у подростков с которыми они сталкиваются в обучении в жизни как у какие методики какие способы посоветуетесь для снятия стресса кроме вместо simple dimple но это точно не химические способы снятия напряжения я говорю о разных психотропных веществах однозначно это самый плохой способ стресса но то что мы везде об этом говорим и на наших лекциях и в работе со студентами в работе с нашими клиентами человеку нужен человек нет ничего лучше чем общение с кем бы то ни было то есть будь это товарищ по классу друг во дворе будь это ну пусть даже священник пусть это будет родители и это лучший для лучше всего для снятия стресса поговорить с другим человеком я думаю вам знакомо когда ты пообщаешься с которым ты доверяешь и которому ты доверяешь и который к тебе открыт и принимает тебя таким какой ты есть даже если он тебе не дал совет даже если он просто с тобой рядом посидел и вот покивал головой или не знаю налил тебе кружку горячего чая украл тебе ноги кличетым пледом и будет явно лучше чем 20 минут кручение спины спасибо большое вот в чем смысл песни понять какой из антистрассов лучше но не по их основному предназначению это роли не играет внешний вид удобства вот что главное поэтому вот о чем интересовалась девушка из песни узнать что же лучше попыт или симпл димпл зная это теперь и вы тоже сможете выбрать давайте на минуту представим что мы не в студии от дома на плите готовится ужин что-то вкусное а по телевизору идет интересная передача связь поколений например но перед тем как садиться со стол нужно спросить своего ребенка сделал ли он домашнее задание и он отвечает да там изи и вот непонятно то ли за него изи какой-то сделает то ли это заклинание новое но тут без эксперта не разобраться изи это английское слово она переводится на русский язык как легко просто еще более интересная фраза easy peasy lemon squeezy что обозначает проще простого либо проще пареной репы дословно же это переводится просто как выжать лимон знаете я столько раз выжимала лимон простым это дело никак не кажется у этой фразы есть одна версия происхождения это слоган рекламы жидкого моющего средства с ароматом лимона сквизи 50 60-е годы прошлого века ту штуку наверняка было намного проще выжать чем лимон сегодня мы поговорим об одном очень необычном слове она не звучит как-то по-новому поэтому легко можно конфузиться используя его и слова это нужно употреблять с умом это я уже снова знаю ваших детей расскажите как дети все хорошо они вам передали а боба он это что-то здесь ничего не понятно переключи обратно там пусть объяснял ну хорошо давай если вы ничего не поняли то сейчас я все объясню слове а боба смысла нет это фамилия вымышленного интернет персонажа и и подхватили пользователи теперь пишут где хотят а вот на самом жесте остановимся подробнее этим жестом мы обязаны корейской культуре его активно используют местные музыканты исполнителем такого жанра как кей-поп то есть корейская поп-музыка а 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 и для этого мы пришли на кей-поп фестиваль как слышите эта музыка ничем не отличается от музыки обычной ребятам нравится они танцуют как танцевали их родители по тот же ласковый моих родители но уже под свою музыку поэтому где как не здесь на гей-поп фестиваль и нам должны объяснить что вот этот жест вообще обозначает о привет слушай ты же ведущий корейский конечно да сегодня я ведущий какие-то вопросы да есть да конечно расскажи что вот этот вот жест означает ну смотри если ты видел но постоянно показываем этот жест он обозначает то что мы выражаем друг другу свою любовь то есть может быть такой жест либо мы можем делать вот так либо вот так то есть есть разные такие жесты которыми мы выражаем любовь эти жесты придумали в свое время альдов такая давай это кто такие мне кажется для всех это уже не секрет но я так понимаю нас будет смотреть не только до молодежь которые увлекаются кей-поп и будут смотреть люди более взрослого поколения если коротко айдолы это например такие люди как вот во время наших родителей юрий шатунов виктор цой условно вот это такие люди то есть айдолы это артисты одним словом которые выступают как по одному так и выступают в группе а можешь перечислить какие-нибудь группы известные кей-поповские ну смотри самые известные которые вот слушает народ сегодня на вечеринке как раз таки играют это у нас битес blackpink экзо вайс савантин everglow стройки очень много групп которые соответственно играют которые люди слушают по твоему мнению почему сейчас молодежь слушает корейскую музыку ну смотри тут такой вопрос да что конечно корейская культура не секрет уже проникла в россию наша культура конечно к ним не проникла почему происходит так если все-таки брать наших артистов они у них нет такой хореографии то есть они не танцуют на сцене нет какого-то шоу то есть он вышел просто поет и все если брать кей-поп культуры и так это очень красивые танцы это очень красивые клипы это просто невероятная атмосфера то есть просто попав в эту культуру хотя бы один раз ты просто понимаешь блин это так круто в кей-поп такая фишка что ты просто сам танцуешь вот идет бит там условно играет там бития сайдл там ну самое простое ты просто ничего себе припев и ты просто взрываешься ну то есть это эмоции это атмосфера ладно валер слушай меня тут люди ждут я погнал включать следующий трек все давай увидимся давай как бы классно не было на вечеринке нужно двигаться дальше потому что не вся тайна нового корейского жеста сейчас разгадана а а а а а а если на дискотеку все пришли просто повеселиться то здесь ситуация прямо противоположные воздух буквально пропитан корейской культурой здесь есть рязанские коллективы танцевальные которые берут пример с корейских айдолов но теперь мы знаем что это слово обозначает поэтому тут мы должны найти человека который объяснит нам что обозначает начало вот этого жеста так минуточку что сейчас только что произошло что это значит что это значит он пришел из японской анимации этот жест обозначает что ты нравишься персонажем а все пошло из старой японской сказки там мальчиком запрещали смотреть на девочек говорили смотреть а кровь из носа пойдет то есть весь этот жест обозначает тебе нравится человек у тебя якобы идет кровь из носа и ты не вытираешь и показываешь сердечко объекта своего уважания то есть то что этот жест показала мне это обозначает проделав долгий путь мы узнали все про этот жест и даже дополнительную информацию подчеркнули про корейский поп или кей-поп и про музыкальные группы такие как bts и остальные поэтому теперь мы можем перевести на наш русский язык то что передала дочь Екатерины Климовой Ивану Урганту при этом помним что слово об оба никакой смысловой нагрузки не несет а сказала она я вас люблю поэтому всем зрителям нашей передачи мы передаем новые антистрессы и жесты из-за границы вот чем запомнится нам этот выпуск поэтому не бойтесь спросить ребенка что это такое появилось у него или поинтересуйтесь что лучше simple dimple или попыт а можете сделать вот так а если вы услышали непонятное слово то мы можем объяснить вам что она обозначает для этого напишите это слово в комментариях и мы обязательно расскажем о нем в грядущих выпусках будьте в тренде до связи